Здравствуйте! Программа «Народные решения» с вами в студии я, Есаулов Андрей. Добрый вечер! Павел Нечаев, правозащитник, человек, который независимо от того, что творится у нас в городе, в стране или в мире, свои главные задачи считают пока одно – сделать жизнь жителей нашего региона чуть получше, как это возможно, какими способами мы будем думать. Вот сегодня решили поговорить мы о подвалах в нашем городе и области. Гостей у нас сегодня не будет, решили, наша команда подумала, решили все-таки мы с Андреем на эту тему подискутировать, побеседуем спокойно. Я думаю, это будет полезно. Может быть, что-то полезное из нашей беседы кто-то вынесет. Андрей. Ну да, действительно, я обратил свое внимание на требования к подвальным помещениям и нормы содержания. Их тут достаточно много, но мне одно попалось, такое, на мой взгляд, совершенно абсурдное, что управляющая компания должна ежедневно проверять, закрыт ли подвал в доме. Ну, давай представим, управляющей компанией сотни домов. Это, получается, нужно на десяток сотрудников, которые, единственное, чем будут заниматься, это целыми днями просто объезжать дома и смотреть, закрыт ли ли подвалы. Как ты думаешь, это вообще, насколько реально выполнить это требование? Если брать, например, столицу нашей родины, Москву, то да. Там жилищник в основном все обслуживает. Такая управляющая компания в Москве есть, она самая основная. И вот у них, москвичей, в основном, после этих всех терактов, которые у нас были в нулевых годах, у них все подвалы там до сих пор как бы закрыты. Ну, я думаю, надо не только по этой причине. Во-первых, конечно, если подвалы закрыты... Криминогенность будет на порядок ниже. Не только каминогенность. Ну, бомжи-то раз, конечно, там у них не сидят, потому что в Москве, в подвалы в Москве, это вещь такая довольно лакомая, там кто угодно может зайти. Все-таки там есть совместность, другая жилья. Это раз. Второе, конечно, обслуживающим коммуникацию намного удобнее. У них там никаких перегородок, никаких подвалов нет. Вот мы, допустим, работали по программе капремонта. Зашел в подвал, все сложил. Утром там все печатывается. Утром ключики взял у диспетчера. Завел людей. Люди работают. Ты все проверяешь. Все коммуникации у тебя удобно. Вот мы работали, значит, по коммуникациям, отоплению, допровод, канализации. Никто не мешается. Все удобно. В этом плане, да. Но есть такой момент, что жители дома, они, конечно, лишены сараек. Они лишены что-то туда положить. Они все складируют дома. А все-таки, например, если взять наш регион, у нас, я думаю, такие вещи не пройдут. Почему? Ну, во-первых, у нас нет такого огромного риска, как кофтка именогенного, чтобы на то, чтобы закрывать подвал, действительно. Во-вторых, это будет нагрузка очень, наверное, мне кажется, на управляющую компанию. Что-то мне подсказывает, что в Иванове закрой подвал, и все равно их потом откроют, понимаешь? Вот что-то мне так подсказывает. Не будут они там, конечно, закрытыми, и людям-то не объяснишь. Это нам сродни будет ковиду ситуация, когда уже люди устали, допустим, от этого ковида. Все как-то вот до сих пор еще некоторые маски носят, да? По инерции, да, еще. Да, по инерции, но уже это самое, вот все понимают, что как бы, ну, заставляют его надо носить, понимаешь? Потому что сейчас я уже считаю, допустим, это не актуально, как-то эта угроза, например. И, конечно, люди уже устали от этого. Так же у нас и подвалы закрыть, ну, наверное, не получится. Это не Москва. В Москве, наверное, да, еще они будут, наверное, какое-то время. Это удобно, управляющим компаниям московским однозначно. Ну, подожди, если подвал принадлежит собственникам жилья, все-таки, соответственно, они его имеют право использовать. Да, они не могут его сдать в аренду, если там есть коммуникации. Но что мешает сделать перепланировку, отгородить коммуникации, сделать к ним круглосуточный доступ аварийных служб, а остальную часть сдавать в аренду, это же тоже возможно. Я понимаю, по законам там сейчас, если нет изначально, допустим, каких-то проектных документов, нельзя сдавать там подсекции, кружки и прочее. Даже склад там нельзя какой-то сделать, там мебельную продукцию, еще чего-то. Но, в принципе, перепланировка, документальное подтверждение, пожалуйста, сдавай в аренду. Разве это не плюс будет для того, чтобы эти деньги пошли потом на ремонт дома тот же, в помощь текущему ремонту, заменить окна, к примеру, в подъездах. Как ты считаешь? Мешает, наверное, вот этому всему удачно развиваться все-таки наш менталитет. Вот если бы, опять же, вот я к этому все время возвращаюсь, вот где активность людей, понимаешь? Вот мы с тобой, допустим, сидим, какие-то варианты проговариваем всегда. Вот так было бы сделать лучше, вот так было бы лучше сделать, да? Вот заселился, например, вот какой-нибудь, допустим, есть пятиэтажка, есть у него подвал, грубо говоря, там метров 300, да, или 400. Где-то такие, наверное, сейчас у нас на этаж, потому что, я думаю, не меньше ничего. И 3400 метров, конечно, полезных площадей, даже бывает и там и 500 где-то. Например, 200 жителей под свои нужды какие-то отгородили, например, да, пол подвала, да, там разделили, а пол, например, да, что-то полезное извлекают. Вот нам с тобой всегда, вот надо всех больше, да? Вот заехали туда такие 60 собственников, вот Нечаева и Саула, вот, понимаешь? Я думаю, что этот подвал мог бы, ну, можно было так бы сделать, то есть что-то там это. А вот большинство людей, они заехали, понимаешь, они не совсем понимают, во-первых, что они могут выжить из того, что у них есть. Им не хватает иной раз какой-то юридической грамотности, не хватает, может быть, какой-то социальной там настойчивости. Это опять вина-то не людей, понимаешь? Это опять же вина, все-таки, я считаю, больше, может быть, системы, которая... Недовоспитала. Недовоспитала, да, и недобъяснила, может, что-то. Да, опять это не будем распространяться, знаете, почему это не сделало еще что-то? Причин много, они многим ясны, но вот мы что имеем, то мы имеем. Мы, ну, в принципе, у нас вот в Иванове есть неплохие... В основном, конечно, в городе, вот, честно говоря, вот так посмотрел, да, подвалки не очень хорошие состояния начнем с этого. Вот я почему подвалами решил вот еще обсудить, не только что вот они там закрыты должны быть. В Москве-то их почему, например, закрывают? Их закрыли, они чистые, там деньги есть, они все в хорошем состоянии пройти. Вот я в Москве сколько видел подвалов, все в хорошем состоянии. Я уж не буду даже говорить, это я беру подвалы пятиэтажек, просто, простых пятиэтажек там. Или Брежневых, которые вот реально дома начали. То есть, что такое старый фон? Да, старый фон, да. А в новых-то подвалах, где автостоянки и все вот эти, то там вообще, то там вообще без разницы. Там у них, как у нас в лучших подъездах, понимаешь, ты зашел, там чисто, светло, сухо. То есть... И все используется. Да, и все используется, да. Вот такие-то, скажем так, такие-то помещения, Андрей, не греха закрыть и сидеть за ними. А у нас вот в городе или в области... Я вот когда смотрю в обязанностях, на управляющие компании, которые возлагаются, такое ощущение, как будто они с нас берут мало денег. А вот когда смотрю на то, что они выполняют, думаю, а за что они вообще их берут? Потому что подвал должен проветриваться. Там должна быть и дезинфекция регулярная, и продухи. Тут все даже так было быть оборудовано. Чистый подвал, во-первых, должен быть. А вот мы сколько подвалов не смотрели, так, чтобы он был чистый. Даже не то, что чистый, так, чтобы мусор не валялся. Я что-то таких подвалов не припомню. То есть сложность в чем здесь? Собственники не спрашивают с управляющей компанией за уборкой? Ну, во-первых, слушай, во-первых, я тебе такой подвал могу показать. Такой подвал в доме, где я сейчас живу, понимаешь? У нас, собственно, все квартиры купленные. У нас нет там ни собственных, никаких этих квартир. То есть у нас все квартиры купленные. Дом новый. Поэтому сразу было собрание, со всеми разговаривал. И я, и сами люди. Собрались и решили, вот у нас будет, сейчас выселяемся в новый дом. Будут какие-то у нас проблематики, ребят. Будут там с машинами какие-то со стоянкой проблематики. С подвалом, еще то, с какими-то там коляточными. То есть вот все. Я говорю, чем мы быстрее это все решим, тем меньше нахоть этих проблем будет. То есть нормально люди собрались. Лично вышел, я помню, с одним активистом, разрисовали мы, значит, чтобы машины могли у нас легковые подъезжать, разгружаться. Так как стоянка как бы у нас запрещена в домах вообще. Мы начнем с этого машины. Все-таки мы люди законопослушные. Но для разгрузки машины по закону заехать имеют право во двор. И жители, и чужие машины без проблем. Даже под знак. Даже, да, вот, знаешь, они имеют право заехать во двор. Если во время разгрузки там что-то она потом, я не знаю, может быть, не завелась, может, еще что-то случилось. Она имеет право и дальше постоять. То есть главное все делать в соответствии с законом. Но закон мы не нарушаем. Поэтому я все разлиновал, чтобы было удобно заезжать, вставлять туда. По подвалам тоже сразу сказал. Друзья, если мы превратим подвал в помойку, значит, мы потом уже будем жить с этим грязным подвалом. То есть мы спускаемся туда и смотрим. Я вот, например, грубо говоря, ну как, я так и так сев в подвал, например, спускаюсь. То есть у нас очень все аккуратно разделилось по секциям. Поставили, значит, просто решеточки. Причем просили всех никаких этих, желательно никаких, значит, материалов. Больше каких-то сеточек железных, например, просто вот отградил железные сеточки. Правильно, она не горит. Все, повесил какой-то замочек. Нормально. Тут же вентиляции есть. Да, то есть есть вентиляция, продыхи там у нас все есть. И все у нас как бы это, соблюдают правила-то общеустановленные. Я сам, допустим, спускаюсь, другие спускаются, мы смотрим. Если не дай бог что-то валяется, у нас, слава богу, у нас и дворники есть. И у нас и вроде и подъезда убираются. Если вот я что-то требую, у нас и управляющая компания как-то обслуживает. Вот знаешь, вот них уже всех начнем с этого. Ну, правда, дом новый хороший у нас, это, еще, скажем так. Проблем основанной-то и нету таких, да? Да, мы не допустили вот это вот, когда превратили в помойку. Уже потом раз. Сползали, канарки приостановили в самом начале. Да, в самом начале. И ты знаешь, это потихоньку поддерживаем. И вот уже 6 лет прожил. Подвал, значит, это самый чистый. У нас все ходят, смотрят. Я самый нравственный, что-то вижу. Я с вами или к дворнику бегу, или еще кому-то говорю, друзья. Вот что-то мне не нравится, понимаешь. Какие-то там палки-то появились, какая-то еще. Давайте мы разберемся, чье это. То есть это очень, во-первых, много зависит, конечно, от людей. Во-вторых, люди должны не только сами поддерживать, они должны потребоваться управляющей компании. Где-то подкрасть, они должны где-то что-то подмазать. У нас уже приходят. Ну, то есть вот пребываем, и свет, допустим, они у нас там над подъездами, хотелось нам этого света, заставили их сделать. А нет, свет сделали. То есть, когда люди что-то требуют от людей, которые предоставляют свои услуги, правильно? Приходит, когда человек, например, на рынок что-то купить, правильно? Там себе, допустим, пришел, я куплю себе новую хорошую куртку, да? Ну, ты знаешь, вот он приходит, с деньгами так же приходит и говорит, там продавцы стоят, он подходит продавцу и говорит, вот я куртку хочу новую купить себе, деньги у меня есть, да, вот я заплачу. Ему не говорят, что, а, блин, слушай, времени нет, сейчас на тебя тут у меня свои заботы там, иди нафиг, понимаешь, почему так не говорят? Как вот, может сказать, управляющая компания, когда человек приходит за заплатившие деньги, да, а ему, вот нам, не до тебя там что-то. Почему так вот на рынке, например, люди, почему? Потому что люди понимают, что... Монополийный не на рынке. Нет, почему-то они понимают, да, что вот он на рынке, один его будет так хамить, но они тогда другого пойдут куда-то, понимаешь? Тут у нас и культуру, пока смена управляющих компаний так вот не развита настолько, чтобы они боялись хамить-то, понимаешь? Поэтому и люди иногда стесняются что-то просить, а что стесняться-то? Как на рынке то, что ты говоришь, извини, вот мне это не нравится там, давай мне пугать с другая, что-то, понимаешь? Так же и тут, а ты платишь. Я согласен, есть минус такой большой, что граждане сами не спрашивают, но давай представим ситуацию. Это ложная скромность, это ложная скромность. А, ну, слово скромность, это полбеды, ведь есть ситуация такая, что граждане спрашивают, обращаются, а управляющая компания дает отписки, либо даже их не дает. Граждане начинают жаловаться, а все остальное спускается на тормозах. Ну, давай возьмем, так же, жилая инспекция, так же администрация отвечает за эти вопросы. Разве не на них ответственность? Я считаю, в первую очередь, что управляющие компании бездействуют, а жалобы поступают. На это я вот так скажу, Андрей. Лично в свое время, значит, да, да и сейчас, если надо будет, поучаствовал, участвовал, значит, в переводе домов из плохих управляющих компаний, которые плевали на людей, ну, в компании, которой им хотелось больше. Да, вот лично участвовал и видел, и одно понял, Андрей. Если дом, как коллектив, вот у него есть решение, все, мы меняем, мы переходим в хорошую компанию другу, которую мы хотим. Если люди это понимают, нормально собираются, этот вопрос решают, дом переходит. Лично видел, дома переводились, понимаешь? Если людям наплевать на это, дом не переводится, потому что они не могут собрать ничего. Соответственно, за домом никто особо и не смотрит, и не ухаживает, денежки люди платят, а результат на нуле практически. Я еще раз хочу себя повторять. Если ты хочешь, чтобы твой дом, все-таки дом, это святое, если хочешь, чтобы твой дом был лучше, и был в каком-то хорошем состоянии, поддерживался, ну, что-то для этого надо делать, понимаешь? Во-вторых, в каждом доме, все-таки я уверен, жильцы дома, это коллектив. Вот как угодно, через себя переступай, там, вы любишь, не любишь, понимаешь? Идеально, когда в доме, пусть у каждого какие-то мнения свои, еще что-то, но жильцы должны понимать, что плохо, когда в подвале помойка, плохо, когда не чищен где-то там снег, вот это плохо, все должны это понимать, и все должны в этом участвовать. Если нужно что-то где-то подписать, даже кто-то, например, один это делает и говорит, ребята, я этим буду заниматься, вы мне просто там подпишите, или что, соберитесь хотя бы, надо выйти, любишь ты там человека, не любишь ты человека. Другой вопрос, на праздник ты с этим человеком пойдешь, будешь ты собираться, с ним там торт кушать на праздник, это другой вопрос, понимаешь? Вот кто не нравится, не ходи с ним, не сиди, но по вопросам дома, это же общие вопросы, но вот не нравятся тебе какие-то там люди, ты с ними не хочешь собираться, ну, значит, ты будешь в этой помойке сам жить, понимаешь? Так что по вопросам дома, ребята, надо уважать соседей, любить свой дом. Ну, то есть, как профессор Преображенский дал совет, что разруха, она все-таки не в клозетах, а в головах, в первую очередь. Однозначно, это в первую очередь. Скажи, какие бы ты дал несколько советов все-таки собственникам жилья, в тем собственникам, у которых сейчас проблема. Позвал завален, не дай бог, еще какие-то коммуникации там подтекают. Вот с чего начать? Прямо по пункту, можешь подсказать? Давай попробуем. Вот смотри, значит, первое, это, конечно, нужно выбросить все лишнее. Если, допустим, сарайки есть, ладно, там сарайки завалены, как человеку нравится, это ладно. Хотя, это, конечно, ничего хорошего, потому что, не дай бог, там коммуникации, запорная арматура какая-то или конденсационные сети, будет авария, пробраться будет очень сложно. Не захламляем, скажем так. Запорную арматуру и канализационные все наши сети, которые есть. Этого вот не нужно захламлять. Потом, значит, второе, когда выбросили весь мусор, это можно совместно собраться и повыбрасывать. Если кто-то уже говорит, что вот это у меня вот колесики там какие-то лежат, в общем, вот можно они тут полежат? Но если люди не против, то ладно, если никому не мешать. Сколько там таких колесиков будет у каждого? Нет, я тебе просто говорю, если люди как бы не против, если против, но, дружище, или их себе убирай в коморку, или домой не съе. Лучше, чтобы места общего пользования были свободны для прохода, для свободного. Начинаем с уборки в подвал. Это первое. Второе, это все-таки управляющая компания потребует, чтобы вся запорная арматура в порядок была приведена, чтобы все стоячки отопления, водопровода, в случае аварии перекрывались постоячно, а не просто целыми домами сливать, как у нас сейчас. Приезжает, у нас одна батарея потекла, весь дом они хлопают. Это неправильно. Летовая запорная арматура придумала она умными людьми. Много сотен лет назад, да, уже все это решено, это уже ничего придумать не нужно. Это, наверное, второе. Вот, опять же, закрывать не закрывать подвалы, понимаешь? Если жители хотят, допустим, чтобы у них подвалы, только там ключи были у своих, ну, у меня вот, допустим, вход в подвал прямо с дома, а у нас, понимаете, попроще. У нас заходишь сначала в дом, а уже потом в подвал прямо с подъезда. Ну, доступ в подвал служим круглосуточный на всякие случая. Дежурный, да, даже без вопросов. То есть, наверное, так. И третье, это, конечно, пожарная безопасность в соблете, опять же. То есть, думать надо, что ты в подвале хранишь, я думаю, жилетки хранишь, это хорошо, но если только какие-то бумаги начинаешь складировать, но опять же надо думать. Что так, где опасно, токсично. Да, придет пожарник, понимаешь, опять же будут какие-то проблемы. То есть, это не так сложно. Насчет подвалов, это такая проблема, это вообще не сложная абсолютно. Если хоть немножко к этому какой-то усилий привести, то все должно быть. сейчас управляющая компания, как управляет домом, она за его ответственность несет. Соответственно, как мы знаем, после снегопада, дождя, она должна прийти, делать осмотр. Если она сделала осмотр, видит нарушение, видит там, что-то в огне опасно, взрыв опасно находится. Конечно, загармождены, к примеру, те же доступы к инженерным коммуникациям. Она имеет полное право потребовать все убрать и даже сама выкинуть. Вот и почему я об этом говорю, что дом всегда должен быть коллективом. Вот всегда должны быть какие-то активисты в доме, да, все-таки. И управляющая компания одной из своих главных задач должна оставить просто нахождение диалога с такими людьми, потому что у тебя вот есть эти пятиэтажки, ты обслушал там какую-нибудь десятиэтажку, в любом доме есть какие-то люди активные. Найди этих людей, вот одного, два, три, возьми у них телефоны, надо ли потом чего-то, скажи человеку, он доведет до ответа остальных. А весь дом должен это уметь слушать, понимаешь? И вот тогда будет вот этот контакт. Ну, то есть тогда в первую очередь находим диалог с всякими друг с другом, ну, а дальше с управляющей компанией. А нет диалога, у тебя опять же ерунда такая будет. То есть все приходит опять же к диалогу. Люди должны платить платежи, которые существуют, пока еще они более-менее адекватные, скажем так, уж они макса, что они прям запредельные у нас. Управляющая компания должны отрабатывать полностью эти платежи, конечно, с прибылью, но не просто воровать, а работать. А люди должны быть своей семьей, коллективом в доме и тогда, слушай, вот если эти три условия будут, наверное, тогда и подвалы хорошие, и жизнь людей сразу будет лучше. Согласен. Наверное, мы с тобой вот на этом и закончим сегодня, я вот думаю. Спасибо, что вы были с нами. Очень надеюсь, что в ваших подвалах, чердаках все-таки есть порядок, за которым вы следите. Потому что если мы, как собственники, за этим не будем следить, то надеяться на управляющую компанию, которую приходится и так шпинать, чтобы они свою работу выполняли, не приходится. Спасибо. А я в свою очередь что могу сказать? Все-таки я верю, что и благодаря нашей программе, и я уверен, что правительство области тоже будет в этом плане делать какие-то социальные шаги, и мы все-таки жителям вот сможем вложить, вот в них вложить, что нужно участвовать в своей жизни немножко самому. Взять свои руки. Однозначно, люди начнут это делать, и все-таки жизнь людей изменится к лучшему. И я думаю, наша передача, вот она в этом плане полезна, и она будет об этом постоянно твердеть. Ну а то, что мы людям будем помогать по всем аспектам жизни ЖКХ, это однозначно для этого наша передача и есть. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова